Школа юного законотворца открыла весеннюю сессию. Так по-парламентски называется месяц, в который правовые знания получат будущие кураторы проекта. Череда лекций и практических занятий поможет им потом, осенью, обучить отзывам законотворчества школьников. У нас сегодня приехали 43 куратора из почти всех муниципальных образований нашей области. Какое-то муниципальное образование представляет несколько человек. В основном это педагоги и сотрудники администрации, которые в дальнейшем будут проводить данный проект в своих муниципальных образованиях. Проект «Школа юного законотворца» работает с 2017 года. Ее прошли более 200 школьников региона. Это учащиеся старших классов и студенты колледжей. Цель школы – правовое просвещение. Чем раньше его начать, тем лучше, считает вице-спикер ЗС. Конечно, первое, с чего начинает большинство ребят, когда свои проекты законов вырабатывают, это что-то там запретить, ответственность за что-то вести. Мы стараемся говорить, что не все запретами, не все увеличением ответственности решается в этом мире. Есть другие механизмы и вообще не все законами даже решается. Для выпускников это, по сути, социальный лифт. Перспектива попасть в Молодежную думу, Совет народных депутатов и однажды в областной парламент. Юные законотворцы под конец обучения защищают авторские проекты. Например, выпускники Ковровской школы предложили расширить возможности материнского капитала. Они предлагали дополнить ее и разрешить использовать средства материнского капитала на медицинское обеспечение детей и матери. Со своей инициативой на курсы для кураторов пришел Николай Савченко. Он студент в ЛГУ и учитель технологий в Собинской школе номер один. Его интересует поддержка педагогов, в том числе моральная. Есть и другие идеи. Мужчинам, которые отслужили в армии, идет стаж педагогический. То есть один день за два. А вот для женщин это не предусмотрено, когда они находятся в декретном отпуске. То есть стаж у них не идет. И вот по поводу этого тоже есть свои инициативы. Эти инициативы могут воплотиться в жизнь. Так, по предложению юных законотворцев, областной парламент внес поправку в закон о тишине в ночное время. Уточню, что шум не должен звучать из машин, припаркованных во дворе. Впереди у будущих кураторов лекции, семинары, экскурсии, практические занятия на местах. Ключевое познакомиться с советами народных депутатов муниципальных образований. Ведь с ними выпускникам придется работать напрямую. Итоги весенней сессии подведут уже 2 апреля. Екатерина Зинурова, Губерния, 33.